Здравствуйте, я Екатерина Бурмистрова, психолог, мама 11 детей, писатель, эксперт по детской и женской и семейной психологии. Сегодня мы говорим о том, почему так сложно войти в материнство, какие трудности ожидают начинающих мам, собственно, надо ли учиться быть мамой, почему это стало все так небанально, какие причины. Сейчас все больше людей рожают детей в таком осознанном возрасте, с очень осмысленной позиции, с достаточным финансовым положением, таким нормальным, небедственным, и с очень большим таким, но уже выношенным длительным желанием материнства и отцовства. Хорошо ли это, плохо ли это, да отлично, вроде звучит прекрасно, но когда безголово рожают 18 или 20, у людей другой набор проблем, а тех, о чем мы говорим сегодня, вот их нет. Мы говорим о трудностях, с которыми могут столкнуться осознанные, сознательные, взрослые люди, когда они входят в новую роль папы и мамы. Это тоже, да, он настраивался, деньги копил, книжки читал, заканчивал обучение или какие-то рабочие проекты, чтобы все это как-то закруглить и к моменту беременности или рождения ребенка освободить руки, освободить голову и полностью посвятить себя новому роли родителя. Это хорошо, но возникает так называемое завышенное ожидание и от себя, и от того счастья, которое человек ждет вот в этом самом прекрасном периоде, к которому на столько лет готовится. И человек готовится, старается и строит в голове идеальные картинки. Он смотрит красивый инстаграм или читает красивые журналы, видит спокойных улыбающихся малышей в люлечках, в прекрасных одежках, улыбающихся стройных мам, которые с ноутбуком и коляской работают в парке и думают, что когда родится их собственный малыш, все будет то же самое. Потом рождается ребенок, и он не с картинки в инстаграм, он обычный, нормальный, ночью не спит, мучается коликом, у него зубы, потом еще что-нибудь. И вот этой вот красивой картинки почти нет. Она бывает только, когда ребенок спит. Это абсолютно нормально. Именно у взрослых людей, которые долго ждали, появляются ожидания нереальные, завышенные. А когда наступает обычная жизнь, начинаются самообвинения. Как же так? Почему я не люблю ребенка на сто процентов? Почему я не радуюсь ему все время? Почему он плачет? Потому что, может, я плохая мать? Что я сделала не так? Я, может, каталась на горных лыжах в беременности или не ела витамины, которые доктор прописал? Норму нормального, не идеального младенца мама, которая так долго его ждала, воспринимает трагически. И себя в период вхождения в материнство тоже как-то думает, что-то со мной не то. Я же видела, что материнство – это счастье. Я ждала этого столько. Я с детства мечтала, играла в куклы. И вот теперь это счастье есть, а внутри счастья нет или оно не стопроцентное. Знакомо это вам? Сейчас те, у кого уже есть дети, у кого они уже подросли, наверное, себя вспомнят. Но вот это ощущение в первые месяцы и в первый год нас не предупредили. Почему меня не предупредили? Почему нигде не писали, что это все так? Что ребенок настолько много требует включенности и что я не буду такой волшебной феей? Знаете как? Очень разные дети, очень разные темпераменты, очень-очень разные истории беременности и родов. Это тоже важно. Это большущая тема. Но самое важное не строить идеальную картинку. Картинку идеального ребенка, ребенка желаемого пола, в какое время он родится, идеальная картинка родов, идеальная картинка своего первого года с ребенком. Вот чем больше этой идеальности, тем больше будет разочарование на самом деле. Потому что дети, вообще все родительство, все детство, вы знаете, у меня 11 детей, да, старше 26, младшему 6. Все, и это не только мой опыт, это опыт тысяч мам, с которыми я работаю все 26 лет профессионального пути. Весь опыт материнства, он про то, что очень сложно что-либо спрогнозировать, абсолютно невозможно предсказать, как что-то пойдет. Мы входим в такую систему четырехмерной реальности с ребенком. И главное, что нам нужно, это принимать то, что есть, и учиться видеть вот эти плюсы. Может быть, я сложно сейчас говорю. Вот как только вы придумали идеальную картинку, учитесь это замечать и убирать. И это важно не только в беременности, и это важно не только во время первого года жизни ребенка. Вообще дети, это такая другая вселенная, это не эвклидовая геометрия. И родительство, как мы открываемся в материнстве, в отцовстве, это тоже не эвклидовая геометрия. Бывает, что человек говорит, что со мной. Я вообще приятный в общении, культурный, интеллигентный человек. Чего и орут-то на ребенка. Или что я так злюсь на младенца, у которого колики. Я вообще в себе этих чувств не знал. Я вообще не думал, что с этим сталкиваются. И это потом может быть долго, это может быть и в дошкольном возрасте, и потом в детстве. Но самый яркий вот этот вот момент, когда вы впервые сталкиваетесь внутри себя с таким негативом по отношению к ребенку или к себе как родителям, это только в младенчестве в первый год. Поэтому, дорогие мои, вот тут простые советы для начинающих вам. Я кошмары нагнала, особенно для беременных. Может, где-то сложно. Но правда, если вы поймете, что чем меньше идеального вы строите, тем радостнее вам будет встречать настоящее. Это классно. В особенно трудной ситуации те, кто хочет беременность, спланировать. Знак зодиака спланировать. Пол спланировать. Врача в роддоме спланировать. Не, иногда все получается. Но обычно врачи уходят в отпуск, роддом закрывается на мойку. Знак зодиака, значит, оказывается смещен, потому что вы поносили подольше или родили пораньше. И вроде вас разочарование. А все отлично. Просто это не совпадает с тем, что вы придумали. Не вы режиссер всего этого процесса. А второе, вторая вещь, то есть первый совет, это чем меньше идеального, тем проще всю дорогу с детьми и с подростками. Второй момент. Будьте к себе снисходительны, пожалуйста. Вы живой человек, а не супергерой. И родительство открывает совершенно новые горизонты вас. Ну прям совсем новые. Вы с собой знакомитесь в этой новой роли. И вы тоже не сразу будете идеальны. Пожалуйста, дайте себе возможность, разрешение на эту неидеальность. И третий, третий, последний, на сегодня. Совет, третья идея, третья рекомендация, что нужно время, чтобы привыкнуть ко всему. Чтобы войти в материнство или отцовство, нужно время. Как я говорю, размамиться или распапиться. Почувствовать действительно наслаждение, действительно удовольствие. У кого-то это наступает сразу. Вот просто счастье, море, любви, все, ребенок. Никаких идеальных картинок, все как надо. У некоторых это идет очень долго. И мои наблюдения, что чем взрослее осознаннее родители, тем вероятнее, что вот этот момент вхождения в материнство затянется. Это нормально. Нужно время, когда вы привыкаете к новой стране или когда вы привыкаете к новой кухне. Вам сначала может что-то не понравится, быть некомфортно. Может, это плохие аналогии. Чтобы привыкнуть к новой жизненной роли, к новому статусу, к новому агрегатному состоянию. А родительство – это крутое новое агрегатное состояние. Нужно время. Сколько это, я не знаю. Месяц точно, может быть, три. Кто-то начинает чувствовать удовольствие к концу первого года. А есть люди, которые вообще любят трехлеток, когда они уже хорошо говорят и не нуждаются в полноценной опеке. Каким будет период вашего активного вхождения в материнство или отцовство? Я не знаю. У меня есть прекрасное слово «размамиться». Войти в материнство и начать получать от этого удовольствие. Скачивайте под видео брошюру, в мини-книгу «Первый год жизни с ребенком. Кто-то начинающий родитель». Если у вас ребенок постарше, можно скачать чек-лист, о чем на самом деле говорит плохое поведение вашего ребенка. И до встречи на программах нашей школы. У нас есть огромный, совершенно классный курс для начинающих мам, который называется «Спокойная мама в ресурсе». До встречи!